Ой, ребят, здорово-здорово, здорово-здорово. Нет, не переезжаю я. В поход, в поход собираемся с долгожданной. Целую зиму ждал, ребят. Целые 9 месяцев выбраться на Ладожское озеро. Как видите, вещей... Я не на электричке, слава богу, еду, на машине. Никита пока ко мне ехал, поймал... О, видал, ребят, смотрите, какой-то саморез словил. О, здоровый, да? Ланючка вставить. Пробило колесо. Все, дырка заделана. Тихо, слава богу, колесо сделали, еле упаковались, вещей много еще. Сейчас едем за продуктами. Бедные ребята, когда они так столкнулись, тоже в поход ездят с сумками. Ой-ой-ой, там даже вода поделась. Ужас. Кошеринг вот так просто хаотично оставили. Вот толкаемся из-за него. Отлично. Мы доехали до ленты за 15 минут. Так, все, мы в магазине. Сейчас мы соберем продукты и едем дальше. Набрали, набрали коршуны тут у магазина, вынесли. 4,910. Все, ребят, у меня тысяча выскочила. Слушайте, ребят, неплохая лента здесь на Руставы. Впереди камера контрольная. Мне кажется, цены даже пониже, чем на Савушкино были, да, Никита? Во всяком случае, говядина дешевле. Вот так, ладно, все, едем дальше. Выезжаем на кат через заезд в Мурино. Посмотрите, ребят, вот все, все, все стоит. А по тоннелечку так прикольно ехать, да? Сразу такое ощущение. Слава богу, ребят. Прорвались мы на коршуну. Все, едем, едем дальше. Нас отдавало все, наша отворотка. Ребят, смотрите, машин мало. Обычно здесь пробка, дай бог, какая. Все, Сейн-Петербург, пока-пока, пока-пока. Скоро увидимся. Ой, ремонтная работа, ребята. Видите, вот едем, 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 и вот пойдет пробка. Приехали. Все, будем помаленьку, потихоньку вот так двигаться. Мы прорвались, смотрите, как грузовик едет, да? Он не накрыл ее, и все, дорогу засыпает песком. До стартовала осталось 150 километров на светофоре. Мы сворачиваем в сторону и уже поедем на такой более спокойной проселочной дороге. Доехали мы, все сворачиваем в лес. Лишь бы камней не было, самое страшное. Ни херя. Обземлю ударились. Джип-монстр. Советский автомобиль проедет любую дорогу, да? Никита перенервничал, побежал в это. Снимать стресс. Господи, ужас, ужас. Никита там, знаете, он же машины эти разбирает, собирает, по полям носится. Я говорю, поехали в другое место, там лучше заезд, но народа больше. Да нормально, проедем. Слушайте, ребята, насколько мы городские уже не привыкли вот к этим, казалось бы, нормальным лесным условиям. Комары заедают, холодно, камни, бурьян. Так, все, 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 камни проехали, едем. Бурьян просто сожрали эти сволочи. Пока я стоял. Ой, какая красота. Да? Вау. Очень красиво. Гида обругал матом вот эту китайскую машину, потому что она неправильно запаркована. Да? Так, ладно, давайте я буду поздоровывать с Ладожским озером. Тык-тык-тык-тык, ребята. Ой-ой-ой. О-о-о. Слушай, тут прям ручьи бежали. О, Никита! Воды в озере, пипец. Ой, тут палатка стоит. Раньше еще метра полтора была береговая линия. Ой, как хорошо. Секунду. Ох, ледяная вода. Мы на нашем месте. В прошлом году я обрабатывал ель от лишая. Сейчас, секунду. И не особо-то эффективно, видите. Все равно эту заразу не убить. Все, сейчас таскаем вещи. Ой, комары, комары! Кусаются они. Ой, наш камень. Ребята, мы этим камнем грели палатки, когда холодно было. Все, все, все наше осталось, все родное. Это, знаете, неплохая физическая нагрузка. По песку это все перетаскать. Включу комары жрызут. Ладно. Еще одна ходка. Ну, там стол уже все. Может, завтра сходим. Сейчас я буду... Надо себе... Моя палатка... Где твоя палатка? Все, вижу, Никит. У Никиты палатка, кстати, больше. В глаза. Ты меня ослепнешь, чудо? Я закрыл. Все, мое спальное место готово. Ох, ребята. Это отлично. Отлично. Ой, моя подушечка. Так, берем ее. Комарей еще надо выгнать отсюда и накрыть палатку. А у Никиты вот такая, видите, у него как-то дернула, она и опустила. Сейчас еще надо ему это. Застелить будет, да? А мне накрыть. Упахался дрова заскать. Так. Палатки готовы. Костер разведен. Весь мокрый. Спина вспотел. Да. Ладыка шумит. Ветра нет. Сейчас пойдем с вами купаться. Да. Ой, красота какая, да? Это класс. Так успокаивает природа, воздух, лес, огонь. Это вообще так нервная система. Это просто лучшее лекарство. Я вам серьезно говорю. Я еду, зашел в воду. Комары! Для того, чтобы смазить тубую щетку. Я не знаю, как я помоюсь, ребят. Но надо как-то помоться. А вот дрова соскали весь грязный. Я же не могу. Мне нужен душ. Сейчас, кстати, пол первого ночи. Это, видимо, самая темная часть белых ночей, ребят. Все, и дальше солнышко. И все, и пойдет на санрайс. То есть закат. Я не могу. Там вода градуса два. Ой, сразу вспомнил фильм «Титаник». Комары, сучки. Все, сейчас вытираюсь и я из парки. Все, спокойной ночи. Гуд морнинг, гуд морнинг, гуд морнинг, ребята. На природе такие яркие сны. Как будто кинофильм смотришь. Спал, ребят, как убитый. Поскольку вчера, по-моему, около в 12 или где. И сейчас 9. Никит, конечно, от твоего костра остались какие-то остатки роскоши. Да? Ясно. Так, ладно, давай кушать, готовить. Так, здесь у нас каша, свагина, а здесь Никита. Забыли кастрюлю, на сковородке кипятим воду. Вот так. Затягивается у меня ощущение, что дождь пойдет. Ну, посмотрим, дай бог, чтобы было сухо. Так, у нас в меню каша овсяная, рыбка красная, багетик. Салат вчера с лентой не доели, да. Мне не буду, там майонез. Это Никита себе взял нутеллу. Может, я ложку съем. Два чая и кашу мы будем есть манго замороженное купил. Ладно, не разморозились за ночь. Собственно, сейчас вот с кашей будем кушать. Пробуем. Ва, вкусно на природе. Так, берем манго. Ммм, как вкусно с кашей. Решили прогуляться. Это Никит, твоя скамейка. Ты ее два года назад делал. Вот, это точно ты сделал. Моющие оставили, от комаров спички есть, кстати. В будние дни лучше всего приезжать на Ладогу. Ни-ка-го. Вообще. Еще заметил, что люди все-таки стали поаккуратнее. Какого-то мусора, хлама, пластика. Нет, берег чистый. Очень сильный ветер был, скорее всего. Осенью, весной. Ветки прям, смотрите, от сосны валяются. Прям очень много деревьев, да, поломано. Так, холодильник мы нашли. У наших йогов. А тут, смотрите, ветер. Ветки тоже наломал. Прям на столы. Все завалено. Ребята в этом году, видимо, еще не приезжали. Потому что не расчистили. Для раздачи. Да. Ну, здесь этот, лагерь. Здесь люди прям живут. Месяцами. Сейчас просто почему-то ничего не приехали. Рановато, видимо. Кстати, в этом лагере, знаете, какое правило? Никаких смартфонов, телефонов, планшетов. Ничего. Вот просто запрещено пользоваться. И говорят очень, очень, очень. Казалось бы, примитивная вещь, но очень эффективная. В нервной системе восстанавливается ветер, сосна, вкусный воздух. Ладога шумит, да. Плюс нет вот раздражительности, нет этих стрессов, телефонов. Конечно, конечно, чувствуешь себя просто замечательно. Вспоминаю школьные годы, нас постоянно таскали в лес сажать деревья. И вот мы елочки сажали. И я не понимаю, зачем? Вот зачем? Когда они сами, смотрите, как прекрасно вообще сеются и растут. Причем вот такими большими кучами. Вот тут целая плантация ельника. Поднялись наверх. Бабушка тут возмущалась. Ну ладно. Это просто мобильник не ловит. Надо, ребят, проверить вообще, как там дела вообще в мире, да? У Никитова свалил связь. Слушайте, карелия какая, да? О, понятно. Смотрите, камень на камне, да? И деревья пробиваются среди булыжников. Комары заели, отстаньте от коршуна, господи. Ребят, невыносимо просто. Короче, новости. Все нормально. Земля кружится, жизнь бежит. И на самом деле, ребят, такое удовольствие, такой кайф. Жизнь без интернета. Стресса реально никакого нет. Я чувствую себя как будто заново родился. Дитя смартфонов. Пойдем, надо обед готовить. Никита, я пошел. Ты как хочешь тут слушать свои тиктоки. Ребенок накачал музыки. Все, Никита, станцуй. Ну давай, давай. Стесняешься? Ой, я еще вон две ветки притащил, да? Никита, вон рабыня и завра, видите, тащит за собой. И стены затирают тут же ветками. Готовим на туалетной бумаге. В прямом смысле слова. Пропитали ее розжигом. Знаете, как горит? А здесь картошка жарится. Ой, скворчит, скворчит. Что, он так копчит не кидит? Так это рожек, ты хочешь. Да? Все. Да то оно горит будет полчаса, смотри. Оно еще буквально только миллиметр прогорело. Ну что, у нас в меню с вами, с каким видом сейчас будем обедать. Картошечка жареная, курочка, домашняя аджика и салатик. И немножко коньячка. Комары задолбали. Давай, за открытие сезона. Как тебе? Ох! Все, сейчас будем кушать. Ну что, после обеда, часа четыре, поспал так хорошенько ваш коршун. Кислорода много, вообще прям сплю тут сутками, как медведь, да? Я хочу вам показать Ладожское озеро, ребят. Вот эту посуду, да, я просто проснулся, мы с Никитой чай попили. И я ее еле вымыл. Вот смотрите, не зайти, просто вода леденющее. Это не озеро, это я не знаю. Вот, я захожу. Тут же обратно и их. Такое ощущение, что миллион игол одновременно в эти ноги вошли. А-а-а, блядь, ребят, они прям... А-а-а, у-у-у-у-у-у-у-у. Они отнимаются. А-а-а, какая холодная вода леденющая просто. Тут даже метра не полосуешь по этому озеру. С другой стороны, ребят, это запасные, запасы пресной воды. Посмотрите, посмотрите. Китай, по-моему, трубопровод хотел с самбаш озера в мире, ребята, рядом Иркуск находится. Байкал, из Байкала тащить, да, там и экологи били тревогу, не разрешили это сделать, да. Потому что на севере Индии, по-моему, в Китае не хватает реально пресной воды. А-а-а, мы живем в России, ты-ды-ды-ды. Ну, я... Тон факт, что не обесцениваете то, что вы имеете, да. То есть, действительно, страна богатая, да. И очень красивая. Особенно, опять же, Петербург, да. Местные скажут, ну что, Белая Ночь, ну вот, озеро, и что-то... Нет, нет, нет. Я обожаю Петербург именно вот в этот период Белых Ночей. Ну, это реально красотень. Я не могу налюбоваться на это, вот честно. Вот эта вот красота, вот эта... Вот эта линия горизонта, воды, которая уходит вот туда, в какую-то бесконечность, да. Ну, это потрясающе. И ты смотришь, 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 и не оторвать глаз. Вот так. Ой, завтра у нас еще один день, а потом... На работе! Ладно, справимся, да. Что-то народу вообще не... Все испугались, едем холодно. Сейчас на улице плюс 15, я хожу в футболке, ветра нет. Но, видимо, и слава богу, ребят, нет людей. Там недалеко йоги, и там еще какая-то девушка одна, и все. И больше никого здесь нет. И зато нет музыки, нет шума, вот эти, знаете, рама-тарама, вот так. Так, ладно, ребят, сейчас посидим у костра и пойдем... Знаете, что делать? Не знаю, как Никита, а я буду... Спать, вот так. Доброе-доброе утро, день второй. Так, завтрак, меню. Ой, зеночки, кстати, обещали какие-то дожди и похолодания. Жара страшно стоит. Не знаю, кто... Кто сочиняет прогноз погоды, но явно каким-то... Какими-то экстрасенсорными способностями он точно не обладает. Ладно, меню. Рыба красная. Угу, это мне бутерброды. Никита не ест. Так, здесь у нас яблоки порезаны. Чай, козье молоко, каша уже готова. Это Никита себе бутерброд сделал. Там закипает у нас водичка с вами. И, конечно же, есть нутелка, нутелка. Половину банку съели. Ты не замерз ночью, Никит? Прохладно было. Прохладно? А мне нормально. Мне еще солнце в палатку светило. Мне вообще прям к утру душно было. Никита! Что он там стоит? Вот вы скажите, что он там понимал? Так, друзья, после обеда решил немножко прогуляться, да? Полюбоваться вот этой красотой, да? Северной природой, да? Карелии, камнями. И мне тут сорока на хвосте новость принесла. А вы в курсе, что у моего зрителя... Его зовут Алексей, да? Живет он в Красноярске. Не в Петербурге почему-то. Странно, да? Сам удивлен. День рождения 20-го числа. Леш, днем рождения. Всего самого хорошего, отличного настроения. И скажи, пожалуйста, почему не переезжаешь в Питер? В чем дело? Ты понимаешь, что... Одно дело приехать на экскурсию, посмотреть, а другое дело жить. Жить вот в этой красоте. Каждый день вставать и любоваться белыми ночами. Красивым городом. Дышать им. Быть его частичкой. Лешка, ты что? Переезжай, давай быстрее. Жизнь проходит зря. Вот я, как человек, который прожил 13 лет в Питере, ребят, не нажился, не надышался, не прочувствовал город. Мало, 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 мало. И ощущение, что жизни не хватит, чтобы вот прям насладиться. Сказать, что все. А что, Лешка, давай, жду тебя в Петербурге, и город тебя тоже ждет. Люди, которые его любят, он очень хорошо принимает. Так, по-подобному, по-душевному. Вот так, ладно, ребят, идем гулять. Лешка, с днем рождения тебя. Смотрите, с какой горы я спустился. Никита! Ты что замер там? Я такой человек трусливый, и прежде чем поехать в лес, прочитаю информацию, что делать, если, допустим, вы встретили медведя. Знаете, что нужно делать? Спускаться с вот такой горы, потому что медведь тяжелый, ему тяжело за вами будет бежать, и он может прийти кубарем, да, и вместе с ним. Ну, короче, в общем, надо спускаться с горы. Ни в коем случае не лезьте на дерево, потому что они вообще... И здравствуй, Кошин, да. Давай. Мало каки у сраки. Пошло, пошло, пошло. Аккуратно. Ни хера себе. Одним ударом два. Не получится, думаешь, да? Я боюсь, что я суткачу, блядь, игру не напалкиваю. А, все, я понял, понял. Как такой огромный булыжник, он же тонны висит. Здесь очутился, вот среди леса. На самом деле, весь лес полностью в камнях. Грубо говоря, конечно, сельским хозяйством здесь заниматься невозможно, потому что, ребят, тут без плуга, без инструмента останешься. Есть еще один заезд, он не такой сложный, да? Меньше воды, луж, плюс отсутствует камня. Но здесь людей побольше. Ну, сейчас вот мы с вами к пляжу выйдем, посмотрим. Ой, ребят, тут у воды, как на Невском проспекте, музыка орет, вон, куча людей, палаток. Что значит свободный заезд? И вот с этой стороны, вон там, смотрите, все-все-все запарковано. Не, мне не нравится. Я люблю уединение, тишину и покой. В прошлом году это дерево здесь не лежало. Смотрите, какую осину просто. Ветер повалил, вон туда даже листики зелененькие. Это недавно было. Все, ребята, все-все-все-все, 3 часа ходили туда-сюда. Нормально, Сашик, не стул? Ну, для тебя стул, для меня нормально. Нет, серьезно, подожди, больше суток стоял. Открой, пожалуйста. Кто сюда насорял землю? Ну, кто-кто? У кого руки-то целатые? Ты, Сашик. Ой, мясом укусано пахнет. Все, ребят, сейчас корж на буты, Саш. Никита, ты сказал, что ты 2,5 килограмма мяса. Тут вот это ведро, и вот на дне... Клограмм, алистара. Мы с голоду не помнём тут сегодня вечером? Мы твучись, лук. Заели, сучки, заели, ребята. Все, короче, собираемся, собираемся домой. Но мы посмотрели пробки, решили, поедем рано утром. То есть сейчас максимально, все-все-все-все, столы, стулья, продукты, что-нибудь съели. Как всегда, набрали-то на 3 года вперед. Вот занесём в машину, и утром палатка раз, палатка два, собираем и стартуем. То есть не завтра в 9 надо быть на работе. Мы планируем в 4 встать, в полпятого где-то выехать. Ну, надеюсь, успеем доехать. Пробок-то не будет. Не то, что сейчас. Яндекс пишет в 5,5 часов ехать. Ребят, доброе утро. 4 утра. Быстро собираем палатки. И на Санкт-Петербург. 15 минут дома собраны. Всё, всё место. Пока-пока-пока-пока-пока-пока-пока-пока. Хорошая, пока-пока. Ладога, любимая. Пока солнышко. Пока водичка. Пока воздух, птички, деревья. Всем пока-пока. В этом году обещаю ещё с вами я увижусь. Хорошо? Всё. Поехала ваш кожный день не зарабатывать. Пока-пока-пока. Это больные. В 4 утра носят сюда. В 5 утра мы там уже едем. Мама дорогая, как она грязная. Так, вот эта страшная лужа. Ребята. Вай, вай. Господи, это подводная лодка, не машина. Сейчас там надо. Меньше, меньше, да, слава богу. Даже мотоциклы испугались. Ну, их там могли и протащить, конечно. Всё, выбираемся на дорогу. Всё, отлично. Поехали. Сейчас 5 утра. Через 12 часов здесь будет такая жуткая пробка, что тут толкаться люди будут. А сейчас, смотрите, никого. Ни одной машины просто. Что вот всё-таки с утра выезжать гораздо комфортнее. Смотрите, какие дома красивые, да? Долетели до Петербурга, ребят. Здесь, опять же, конечно, через пару часов уже будет пробка. Лютое, да, это съезд на Мельсвозную дорогу. Там вот эти высокие дома. Это Барнас, да? Двой район. В общем, всё, любимый город. Привет, привет, привет. О, Ванючка, да? Яндекс. И на Кадис, конечно, тоже машина мало. Боже, что в Питере. Нужна будет квартира, кстати. У меня есть контакты собственника, который сдаёт посудочную станцию Тоби Гавайи. Пишите, обращайтесь. Помогу сходить. Самой телефон, WhatsApp, Telegram. Внизу отвечаю лично. Никаких усредников. Скоро с тобой общается. Хорошо? Всё, ребятки, давайте. Скоро увидимся. Пока-пока. Пока. Через пару дней будет новое видео. Пока.